Симфонический оркестр Курской государственной филармонии отметил свое 20-летие. Один из самых опытных и многочисленных коллективов области, постоянный участник различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Под какую музыку отмечали юбилей, услышала и наш корреспондент Юлия Матвеева. Полонез из оперы Евгений Онегин. Одно из самых популярных произведений Петра Чайковского. За пультом Григорий Львович, отец основателя, первый художественный руководитель симфонического оркестра. Человек, который сплотил вокруг себя энтузиастов и вырастил огромную музыкальную семью. Он не играл на этой сцене почти 10 лет. На юбилейном вечере цветы, аплодисменты и воспоминания о прошлой жизни. Здесь, как я уже говорил однажды, я из любителей перешел к профессионалам. Открылось море музыки, совершенно такое, которое я даже раньше не предполагал. Ну и мне, конечно, хочется, я много отдал уже этой музыке времени и сил. Мне хочется, чтобы в Курске было как можно больше хорошей музыки. Нервным и щемящим звуком скрипка Анатолия Петрика первой ворвалась в только что образовавшийся коллектив. Музыкант вспоминает. Начинали тяжело. В начале 90-х о культуре думали меньше всего. Если вспомним 91-й год, в каких сложных условиях и нашли все-таки средства, возможности, и музыканты остались в городе Курске. Это очень важно было. Симфонический оркестр – самый большой коллектив Курской филармонии. За время существования он дал тысячи концертов. Выступал с музыкантами из разных стран, сам много гастронировал. В репертуаре оркестр – симфонии, инструментальные концерты, вокально-симфоническая, оперная и балетная музыка, фрагменты из оперет, мюзиклов и кинофильмов. Для большого коллектива творческого – это срок огромный, это возраст зрелости, это возраст, когда набран уже огромный репертуар, уже огромное количество концертов, выступлений с ведущими мастерами сцены России, зарубежья, с курскими солистами. Сегодня в оркестре 65 музыкантов, 65 профессионалов, умеющих слышать друг друга. Какие качества у коллектива важны? Неконфликтность, желание, допустим, ну не то, чтобы подчинить там свою волю какому-то общему делу, ну нет, в общем, находиться в союзе с дирижером, в союзе с музыкой. В разные годы оркестр возглавляли и такие известные музыканты, как Григорий Львович, Юрий Анисичкин, Сергей Проскурин. В 2005-м в Курск приехал выпускник Московской государственной консерватории Игорь Сукачев. Уже шесть лет он единовластный правитель дирижерского пульта. Я считаю, что за этот период было сыграно очень много произведений, в том числе те, которые в Курске раньше не звучали. Для меня и люди, и Курск стал, конечно, очень близким городом, потому что шесть лет работы – это шесть лет жизни. Их жизнь – звуки музыки, бесконечные репетиции, возвращающие силу зрительские аплодисменты. Слуги и повелители самого прекрасного из искусств – музыканты, подчинившие свои жизни судьбоносным нотам. Юлия Матвеева, Андрей Зарубин, телеканал СЕИМ. 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 Юлия Матвеева, Андрей Зарубин, телеканал СЕИМ.